Привет! С вами я, Роман Казакевич. Это Плей-офф. Вы узнаете о самых ярких событиях в спортивной жизни нашего региона. Мы знаем все о спорте в Красноярском крае. Сегодня в программе интервью с серебряным призером чемпионата Европы по спортивной гимнастике Дарьей Окладниковой. Подводное плавание. В каких ластах плавать быстрее? На турнире.ру. Награждение лидеров межкорпоративного чемпионата. Красноярск – родина многих известных спортсменов. Здесь начинала свою спортивную карьеру серебряный призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике Дарья Окладникова. Сейчас Дарья живет в Москве, но при любой возможности приезжает в родной город. В один из таких визитов спортсменка пообщалась с корреспондентом нашей программы. Серебряный призер чемпионата Европы. Победительница Игорь Балтии. Бывший член сборной России по художественной гимнастике. Мастер спорта международного класса. Все это титулы и звания известной спортсменки Дарьи Окладниковой. Уроженки Каннска и воспитанницы Красноярской школы гимнастики. Даша ушла из большого спорта и переехала в Москву. Однако родной город и связанное с ним начало спортивной карьеры девушка не забывает. Я как бы с детства была подвижной, суставы у меня были такие все гибкие. У меня был сколиоз. Немножко такой, ну как у многих детей бывает. И вот тренер сказала по русским народным танцам, сказала, что вот приходите на гимнастику и там все исправят. Здесь же встретились с ее первым тренером. Сразу было видно, что это талантливый ребенок. То есть в ней сочеталось все. Хороший прыжок, хороший вестибулярный аппарат. Девочка очень хорошо вращалась, высоко прыгала от природы. У нее была идеальная на тот момент природная гибкость. После завершения спортивной карьеры Даша не бросила гимнастику. Сейчас у нее собственная секция в Подмосковье, где она учит совсем маленьких девочек о замгимнастике. Пару элементов вице-чемпионка Европы показала и красноярским начинающим спортсменкам. Сначала ногу, потом поворот. Вот. После спортзала мы с Дашей отправились в кафе, где она более подробно рассказала о своих спортивных достижениях. Принесла вот две самых моих дорогих медали. Первая медаль. Это моя самая первая медаль вообще за всю мою историю спорта. Чемпионат края красноярского. Я помню, выступали в Ерыгина. Я с гайморитом выступала. Это все равно первая моя медаль была моя. Это уже в 2005 году на чемпионате Европы в составе сборной команды России в групповых упражнениях мы завоевали серебро. Однако крест на профессиональной карьере спортсменки поставила нелепая травма. Так случилось по глупости, наверное, скорее всего. Элемент дела. У меня он лучше всех получался. Мне попросили его повторить, показать всем. И повторила. И как-то рука поехала, я ногу подвернула. И такой хруст раздался. Я думаю, да ничего страшного. Потом несколько дней смотрю, наступать на ногу не могла. И вот меня Лена Посевина повезла в больницу. И у меня был перелом. И делали операцию. Шуруп у меня до сих пор уже стоит в ноге. И после операции так получилось, что полгода, пока я восстанавливалась, уже на мое место, уже были другие претенденты. Но как бы святое место пустое не бывает. Приезжая в родной город, гимнастка практически все свое время посвящает родителям. Признается, что Красноярск все же ближе ее душе. Ну, во-первых, тут у меня все родственники. Все родные, близкие. Там, конечно, у меня в этом плане никого особо нет. А вообще по ритму жизни, наверное, вот я позавчера за три часа столько дел успела сделать. Я даже была удивлена. И самое интересное, что даже не устала. В Москве уже съездишь в один конец города. Уже думаешь, нет, все, домой. Даша не только лидер в спорте, но и душа любой компании. Мои друзья очень любят, что я всегда их смешу. Если они даже с самым плохим настроением приходят, я всегда что-нибудь им такое, не знаю, расскажу. Но они всегда, всегда у них поднимается настроение. Вот такая она, Дарья Окладникова. Именно про таких говорят. Спортсменка, комсомолка, красавица. Кстати, насчет красавицы. 30 декабря ко мне подходит мужчина, но слегка подвыписший, конечно. И говорит, здравствуйте, вы Вера Брежнева. Я думаю, ну ладно, чудеса должны случаться. По одному говорит, я говорю, да. Он говорит, можно у вас автограф? Я говорю, конечно. Я не знала, что ты. Он пошел такой довольный. Первые соревнования по подводному плаванию прошли в Красноярске в 1960 году. В них приняли участие всего 7 спортсменов. За прошедшие полвека этот вид спорта обрел популярность. А количество участников соревнований выросло в разы. В этом убедилась и Юлия Анашкина. Маска, ласты, трубка и поплыли на 100, 400, 800 метров. И это не предел. На первенстве России по подводному плаванию спортсмены преодолевали даже полторы тысячи метров. Главная задача – проплыть их на максимальной скорости. Нагрузка значительная, ощущения непередаваемые. Удалось переплыть соперников. Такие дистанции на соревнованиях покорили около 200 спортсменов из 12 регионов России. Юноши и девушки приехали в Красноярск с одной целью – выступить достойно и стать участниками первенства Европы, которое пройдет в июле в Польше. Что говорить про команду Красноярского края? Команда достаточно неплохо подготовилась к этим соревнованиям. Надеемся, что будет борьба. У нас наверняка будут победители. Я тоже на это надеюсь. Есть ребята очень сильные в отдельных видах программы. А виды программы были самыми разными. В зависимости от них менялся и стиль плавания, и скорость спортсмена, и экипировка. В дисциплине плавания в ластах используется вот такая большая ласта, которая одевается на обе ноги. Ее гребущая часть состоит из стекла текстолита – прочного и гибкого материала, которое позволяет спортсмену лыть как дельфин. Плавание в стиле дельфин – самое быстрое, так как левая и правая части тела здесь совершают симметричные движения. Достойный результат в этой дисциплине показала красноярская спортсменка Аня Харина. Девушка проплыла 100-метровую дистанцию за 51,37 секунды и в итоге завоевала бронзовую медаль. Результатом Аня довольна, но останавливаться на достигнутом не собирается. Соперница была настолько сильная, я бы за ней не утянулась. То есть она как бы намного лучше меня плавает. Но я буду стараться еще готовиться, может быть, когда-нибудь возьму матч-реванш. При плавании в классических ластах скорость гораздо ниже, так как стиль здесь другой – кроль. Он требует постоянных поворотов и вращения тела вокруг продольной оси. Однако многие спортсмены являются приверженцами этой дисциплины именно из-за более низких скоростных нормативов. В ластах время должно быть лучше, чем в них. И получается, там очень трудно выполнить хороший результат. А в этих, ну в них тоже трудно, но полегче, чем в ластах обычных. В них легче выполнить результат, который я хочу. А некоторые спортсмены показывают блестящие результаты и в тех, и в других ластах. Так красноярский плавец Вячеслав Попов стал сильнейшим в обеих дисциплинах на 100-метровой дистанции. Теперь в руках нашего спортсмена две золотые медали. Это годы упорных тренировок, наставлений, настрой. Надо тренера слушать и задания выполнять. Тогда все получится, и всех будешь побеждать. Также плавцы соревновались в дисциплинах подводное плавание и эстафетное плавание. В каждой из них есть свои нюансы и правила, но критерии оценки все же одни. Основной критерий в плавании – это наилучшее время, показанное в заплыве. Соответственно, победитель – это тот, кто показал наилучшее время. Также оценивается правильность прохождения дистанции. То есть, допустим, плавание в ластах запрещается заныривать на дистанции. Наша сборная продемонстрировала прекрасную подготовку. И теперь можно с уверенностью сказать, что красноярские плавцы – одни из самых сильных в России. Желаем им достойно выступить и на международных соревнованиях. Будь по жизни, как рыба в воде, смотри плей-офф и будь в форме. Мы уже не раз рассказывали об участии команды плей-офф в межкорпоративном футбольном чемпионате. Напомню, что по его итогам мы заняли почетное третье место, пропустив вперед команды молодежного центра «Дивный» и «Бара Облака». Какая награда ждала призеров – узнаете прямо сейчас. Футбол-пати – это традиционное мероприятие. Однако в этот раз наша съемочная группа на нем заслуженная. Ведь плей-офф собрал свою команду и принял участие в турнире, став его призером. Каждый год по окончанию межкорпоративного чемпионата спортивное агентство на турнире устраивает для игроков и болельщиков неформальное награждение в одном из клубов Красноярска. За заслуженным кубком отправилась и наша команда. Наши информационные партнеры теперь не только снимают про нас сюжеты, но и активно принимают участие в наших турнирах. Третье место – команда «Плей-офф». И это еще не все наши достижения. Футболисты «Плей-офф» отличились и в личных номинациях. Лучший защитник команды «Плей-офф» – Лерник Максисян. После награждения наш корреспондент и капитан телевизионной команды Давид Абаджан рассказал, что подвигло его участвовать в межкорпоративном турнире. На самом деле такое событие первый раз, когда мы участвуем и на соревнованиях, еще и приезжаем, отдыхаем вместе, еще и снимаем сюжеты. Мы должны подавать пример молодым начинающим спортсменам. Мы обещаем и дальше активно принимать участие в спортивных турнирах и, конечно же, побеждать. Всегда мечтал сказать эту фразу сам, а не просить кого-то другого. Смотрите «Плей-офф» и будьте всегда в форме. На этом все. Сюжеты, вышедшие в эфир, смотри на сайте программы playoff24.rm, а также на интернет-портале «Вся Россия». Заходи в нашу группу ВКонтакте. Будем общаться, смотри «Плей-офф», будь в форме!